Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня мы с вами обсудим тему, как влиять на других людей. Потому что, согласитесь, уж очень сильно хочется, чтобы другие люди делали то, что ты, собственно, от них ожидаешь, или то, что тебе нужно на данный момент. Так возможно ли на них влиять? Каким образом это можно делать? И вообще, чего может стоить такая подобная история влияния? Давайте будем с вами разбираться с этим классным и интересным вопросом. Но изначально, перед тем, как всегда, разбираться и думать над тем, как мы можем что-то делать с другими людьми, я бы хотела задать главный вопрос, а зачем? Почему это происходит? Всегда задавайте и начинайте себе вопрос на любую с тем, которая вас волнует, зачем мне это нужно? Потому что очень важно отыскать причину. Исходя из причины, сразу будет понятно, насколько важное или глупое это действие. Итак, зачастую, почему мы хотим влиять на других людей? Ну, во-первых, самая глобальная история, нам всегда очень нравится менять других, говорить другим людям, что делать, но при этом не меняться самостоятельно. Очень хочется, чтобы ты ничего такого особого не делал, но другие люди и мир менялся так, как тебе будет удобно. Такой себе эгоизм, да, но при этом такой немножечко странненький эгоизм. Но об этом чуть-чуть позже разберемся. Это такая первая очередная причина. Второй момент, который здесь, наверное, может быть, это, безусловно, он связан плотно с первым, наша собственная лень, наша вредность и вообще желание повелевать. Потому что вот всем, я заметила, абсолютно всем нравится управлять другими людьми. Есть такая формулировка, которую мы часто употребляем, король шлагбаума, да, там, или хозяин подъезда. То есть мы видим, что любой человек, который может до какой-то власти дотянуться, учительница в школе, не знаю, уборщица где-то, старается рассказать нам, каким образом и что мы... То есть даже не то, чтобы рассказать нам, а выявить, вот проявить свое где-то, ну, не знаю, как это сказать, какое-то свое главенство над вами, да. То есть часто бывает, что в жизни, в обычной, вы бы с этим человеком вообще нигде не заговорили, не соприкоснулись никак. Но вдруг, когда это оказывается охранник или консьерж, или кто-то там такой, человек начинает, имеет над вами некую власть определенную, он вас не пускает куда-то, да, он вам там, парковщик не дает вам запарковаться, и в итоге вы получаете зависимыми от таких людей, и нам, конечно же, очень хочется научиться повелевать этими людьми. Если вы более властный человек, то очень часто здесь проявляется агрессия, когда мы такого человека хотим поставить на место, где-то указать его место, чем вызываем еще большую агрессию. И вы знаете, в нашей жизни, когда это была очень такая история, когда мы продавали одну квартиру, маленькую там совсем, и женщина, которая жила в этом доме, квартира была маленькая, ну, там, недорогая, но к женщине, которая жила в этом доме, сказала, увидела, узнала, что эту квартиру продают, потому что она знала соседей, и она говорит, говорит, давайте я тоже брокер, я буду показывать, удобно же, чтобы я показывала, потому что вы можете оставить мне ключи. И мы ей оставили ключи этой женщине, но при этом эту квартиру продавали разные брокеры, ну, в общем, она была выставлена на всеобщее обозрение. И вот, когда сделка была совершена, и мы передавали квартиру хозяину, вдруг пришла эта женщина, прямо прибежала, и говорит, мол, а давайте мне мои проценты, я же показывала квартиру разным людям, и мы говорим ей, ну, послушай, ну, ты же ее не продала? Она говорит, нет, ну как, ну, я же вот здесь была, и зашел следом за ней невзрачный мужчина, такой, знаете, немножечко, который любит алкогольчик употреблять, ну, такой обычный мужичок такой, живущий, это самый обычный дом, ну, в общем, типичная история. И он начал наезжать, как бы, вот, и в тот момент, когда мы, ну, кто-то ответил ему, там, типа, слушай, ну, иди уже отсюда, ну, вообще какая-то странная ситуация, он достал ножик, он достал нож просто. И мы прекрасно понимали, что ему пырнуть этим ножом, знаете, что, как называется, сходить в туалет пописать. Поэтому ему в данном случае хотелось тоже повелевать нами, потому что вот у него был нож, и у него не было башни, ему, в принципе, было все равно, я не знаю, может, ему хотелось куда-то перебраться в какие-то другие места. Соответственно, у нас есть разная мотивация, но, конечно же, самое распространенное, это все-таки не желание меняться самостоятельно, а желание, чтобы другие люди сделали то, что мы хотим. Иногда это просто банальная вредность. Вообще, вот это, если перевести историю о том, как повелевать другими людьми, я бы сказала, как манипулировать другими людьми. Мы с детства учимся манипулировать, я об этом много говорю в своих видео, потому что в детстве, когда мы понимаем, что если мы плачем, мама делает все, что угодно, мы привлекаем это как манипуляцию, да, ребенок чуть что начинает тут же плакать, зная, что мама сейчас все моментально, не знаю, там, с детства даст грудь покушать, или потом что-то купит, и так далее, и так далее. Во взрослой жизни мы тоже прощупываем историю манипуляции. И мы знаем, что, например, сотрудник, история манипуляции, это зарплата, да, когда ты ему, в тот момент, когда он не понимает немножечко каких-то вещей, ты ему говоришь, окей, хорошо, давай, если ты сейчас не можешь это сделать, так как ты говоришь, что от тебя не зависит, давай тогда с зарплатой точно так же. Или когда сотрудник говорит, например, а мне Маша сказала, ты тогда говоришь ему, ну так уйди тогда к Маше за зарплатой тоже. И вот это тоже такой источник манипуляции и повелевания. Но зачастую мы хотим, конечно же, другого. Я сейчас рассмотрела глобально всю эту историю. Зачастую мы, конечно же, хотим делать так, чтобы другие делали то, что нам нужно. Возможно ли это делать? Ну, смотрите, мы с вами уже посмотрели на природу и должны помнить всегда о том, что, в принципе, ключевое, что нам дано, то есть есть то, что нам дано по природе, а есть то, чего не дано. И законы Вселенной здесь никто не отменял. Если мы залазим на чужую территорию, мы должны быть готовы к тому, что мы можем где-то от Вселенной получить. Ну, то есть мы залазим туда, куда нам не следует. Так вот, в жизни у нас есть очень классная история о том, что мы можем полностью управлять своей жизнью и распоряжаться ей, как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Ну, условно, у нас есть тело, которым мы можем распоряжаться, делать его красивым или некрасивым, толстым или худым. У нас есть наши мысли, с помощью которых мы создаем свою реальность и можем жить бедно и несчастно, можем быть богатыми и счастливыми. Это тоже наш выбор, который как бы не все знают, как этим управлять, но те, кто знают, это делают, и мы знаем, что это возможно с вами. Но при этом есть другая история, есть другие люди. И что удивительно, мы можем управлять другими людьми. Это действительно есть. Мы можем это делать через различные бессознательные техники, так называемые темные техники. Это техники жесткого программирования, когда мы можем программировать другого человека, гипнотизировать другого человека. И, кстати, чтобы вы знали, ну, мы можем просто манипулировать, используя какие-то техники NLP. Я не владею, не изучала эту историю, но, кстати, понимаю, что это в жизни тоже для многих людей является ключом. Я не люблю эти все вещи. Почему? Наверное, потому что все-таки первый момент, который для меня лично больше нравится, это то, что я понимаю, что изменение моей реальности путем трансформации меня мне сильно интереснее, потому что мне самой интересно меняться и становиться лучше. Второй момент – это плата. Нужно понимать, что такие штуки, как болезни и какие-то неприятности – это некая плата за то, что ты лезешь туда, куда тебе лезть нельзя. Но все-таки, как тогда быть? Мы можем с вами использовать достаточно легкие вещи, которые не повредят другому человеку. Все они связаны с тем, чтобы мы шли через любовь и через позитивную энергию. Как это происходит? Например, ваш муж или ваша жена, ваш партнер не желают вас слушать или вы как-то в позитивном ключе хотите, чтобы человек к вам прислушался, а он агрессивный, он как-то не реагирует на вас, у него какие-то проблемы в жизни, вы хотите ему помочь, а он злой. Что вы можете делать? Вы, прежде всего, можете работать с энергией на тонком уровне. Как это выглядит? Например, в тот момент, когда у вас произошла какая-то ссора или если вы знаете, что вашему мужу в каком-то вопросе тяжело, вы создаете в своей голове позитивный образ, афирмирующий. Например, у вашего мужа какая-то сделка, и он переживает, что она не получится. Вы начинаете афирмировать на тему того, что у ваш мужа, у него прекрасно все получается, вы говорите о том, что он заключает договор, это прекрасный договор. Вы делаете визуализации, тире медитации, когда вы закрываете глаза и представляете себе результат, конечный тот, который произошел уже. Вы видите это в деталях, не в деталях, но главное, что вы видите. И вы посылаете своему партнеру энергию любви и поддержки, просто закрывая глаза, представляя. Это может быть, у каждой по-разному работает. Кто-то может представлять какие-то волшебные сердечки, облака. Это самая главная позитивная энергия. Вы должны в этот момент ощущать к нему не злость и агрессию, а непосредственно любовь. И таким образом делаете практики и наблюдаете за ним. Пожалуйста, есть два важных условия. Первое. Вы не ждете, что он это прям... Ну, во-первых, не рассказывайте ему об этом, потому что чаще всего встречаемся в этот момент с агрессией. Когда человек говорит, какого черта ты делаешь, ты вообще ненормальный, а вам становится обидно, помните, что если вы что-то делаете для другого, вы это делаете по собственному желанию, не ожидая от него ничего взамен, не ожидая от него похвалы, потому что в этом случае это нездоровый эгоизм. В этом случае вы как бы делаете с ним бартер, о котором вы не договаривались. Ой, я ради тебя, а ты такой... Нет, вы это делаете ради себя. То есть вы это делаете исключительно ради себя. Тут есть два варианта. Первый вариант – это действительно, что это начинает очень серьезно срабатывать, и ваш партнер начинает меняться. Вы начинаете в мыслях создавать другой образ партнера, и он меняется. Есть вторая... Это касается и на работе, и ваших любых отношений. Вторая история есть – это то, что когда вы начинаете это делать, вы начинаете замечать еще больше несовершенствованность в своем партнере, что говорит о том, что вы внутренне начинаете понимать, что вам это просто не подходит, что это просто не ваше. У вас как будто бы начинается такая обслойка, только она уже без боли, истерика, страха, а она уже идет с таким осознанным пониманием, что да, вы этому человеку желаете добра, но вы не желаете с ним работать вместе, вы не желаете с ним жить вместе, рожать детей с ним вместе. Вы просто хотите расходиться. И таким образом мы можем влиять на других людей, на себя в таком мягком достаточно поле и ключе. Помните о том, что любую энергию, которую вы излучаете, вы будете получать взамен так или иначе от этих людей или от других. Поэтому если у вас есть конфликты и споры, у меня, я помню, это были, например, проблемы с педагогом, с куратором моим в университете, лучше, я еще не знала тогда никаких особых техник, там только-только начинала какие-то свои первые знакомства, это был там 2001 год, но уже тогда я знала прекрасную технику, которая называлась именно посыл любви. Когда я так сильно ненавидела своего препода, не хотела к ней ходить на пары, не то, что ненавидела, мне было неприятно, вот она все время до меня как-то допекалась или мне так казалось. И я начала во время наших совместных лекций, у нас был целый понедельник с ней по мастерству нашему, просто капец какой-то в творческом вузе, это было очень для меня сложно, проводить целый день с человеком, который мне не импонирует. Я начала представлять себе, как сильно я ее люблю, я на нее смотрела влюбленными глазами и все время повторяла только одну фразу, вы самый лучший педагог, я вас очень люблю, вы лучший куратор, и буквально через месяц я стала ее любимицей, хотя я ничего такого не проговаривала словами, поэтому таким образом вы действительно можете влиять на других людей. Но помните всегда о том, что ключевое, что мы имеем право делать и должны делать, это научиться управлять собственной жизнью, влиять на собственную жизнь. Когда мы поймем элементы управления того, как это происходит, мы осознаем с вами, что другие люди, в общем-то, могут корректироваться сами, а точнее, когда мы начнем меняться, мы не захотим менять других людей, мы захотим менять окружение в принципе и находить изначально тех людей, которые нам подходят. Знаете, вспомните, те, кто постарше немножко, вспомните о том, как когда мы не могли купить себе одежду, или наши родители, точнее, не могли купить нам одежду, которую бы нам хотелось, ее было мало, и родители покупали то, что было, и потом перешивали, или часто родители отдавали свои вещи, чтобы перешивали их потом на детей, то есть, когда мы не могли выбрать свой размер, но сейчас время поменялось, и мы можем купить в магазине тот размер, который нам нужен, тот фасон, который нам нужен, и нам больше не надо брать из того, что есть, и пытаться перекроить под себя. То же самое происходит и с нашим окружением, и как только вы начнете меняться, вы начнете это замечать, и у вас отпадет потребность жестко манипулировать другими людьми. Ну, а если грамотные по чуть-чуть, оставляя то человеческое, что никому не чуждо, ну, почему бы и нет. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я, как всегда, жду вас на рерайтере жизни, на марафоне, который поможет вам познать и полюбить себя, познать систему управления жизнью с помощью своего разума. В общем, это очень интересно. Ссылочка всегда есть под видео, поэтому вы можете почитать, узнать об этом больше и присоединиться. Всем классного дня!